Так получилось, что вот эта тема вызвала уже дискуссию за неделю примерно до начала конференции, можно ли обвинять всю австрийскую школу, особенно экономическую школу, в ее неприятии демократии. И мне пришлось немножко поменять структуру доклада, с тем, чтобы чуть-чуть поменьше буду говорить о ХОПе, конечно, в основном о ХОПе, вот продолжать очень хорошо предыдущий доклад показал методологические установки ХОПе, а я буду говорить о его воззрениях на системы правления, которые также, естественно, базируются на его методологических остановках, но, естественно, о них я буду говорить практически очень мало. Значит, вот немножко, это один из таких таинственных австрийцев, о нем очень мало у нас известно, ну вот, все-таки на сайте института Мизеса он представлен как экономист австрийской школы, так что, если он против демократии, то он против демократии, как экономист австрийской школы, есть печать на этом института Мизеса. Значит, он обучался философии в Германии, родился в Германии Западной, получил Ph.D. в философии в 1974 году, но он такая уникальная личность, что учился сразу на четырех факультетах, на экономическом, социологическом, историческом и философском. Значит, и вот хабилитация, это в Германии пережиток, которые у нас вовсю процветают, это докторские диссертации. Вот в 1981 году он сразу защитил и по социологии, и по экономике, причем сразу как бы в двух университетах, Гёте-университет и Франкфурте-на-Май. Значит, преподавал в нескольких университетах немецких, а в 1986 году уезжает в США, он был, так скажем, обожателем учения Ротборда, где становится его учеником и последователем до ранней смерти Ротборда. После этого он работает профессором в школе бизнеса в университете Невады, причем преподает макроэкономику, вот очень разнообразный, многосторонний исследователь от философии к макроэкономике, но покидает этот университет со скандалом, ну, в силу ограничения академических свобод в США и политкорректности, он там высказал одну невинную фразу о гомосексуалистах. Если понадобится, будет вопрос, я повторю. Значит, ну, тем не менее, остается заслуженным профессором экономики в этом университете. Дальше вот. Сотрудником, выдающимся по-русски, да, как и почетным, заслуженный деятель науки Российской Федерации. Аналог у нас есть. Института Мизоса. Редактировал журнал либертарианских исследований, основал общество Property and Freedom Society. В настоящее время живет в Стамбуле и женат на турецкой экономистке, так скажем. Турецко-подданный. Турецко-подданный стал, да, надоела ему порядка корректности. Вот его основные работы. Ну, естественно, мы сосредоточимся вот на той, что третье слева вот от меня. Демократию, бог, который повержен. Если так можно, вариант перевода. Ну, и у него вот о демократии три базовых работы. Первая вот такая статья, в которой в основном-то и были изложены будущие его идеи. Они уже все присутствуют. Развернутая книга, о которой я сказал. И вот в недавнем издании 15-го года он как бы снова повторил и развил эти мысли вот в одной из глав. Значит, он рассматривает историю человечества, он сугубо пессимист, как деградацию целиком. Значит, вот был естественный порядок. С чем он в реальной истории согласовывался? Сейчас Дмитрий Травин скажет, что он истории не знает, но он заранее предупреждает Хоппе, что я не следую, не следую, я выстраиваю логику истории или социологию истории. И говорит, что вот наиболее близкий к его любимому им естественному порядку, естественной элите, это вот был ранний феодализм. Монархия это уже была хуже, а демократия это совсем плохо. Это вот ступени деградации. Значит, некоторое приближение к любимому natural order – это лодный феодализм. Преобладание одного права и подчинение ему – это не закон. Вот либертарные юристы различают очень четко право и закон. Жалко, у нас четвернина нет в аудитории. Значит, право это как бы вырабатывается эволюционно, вот как эволюционные институты по Хайку. Оно никем не создается. Оно появляется как процесс эволюционный. И все подчиняются вот этой традиционной норме. От вождя там викингов до рядового там члена племени. И никто не творит законы. Отсутствие творящей, law making authority, как он пишет по-английски, творящей власти законы. Все пытаются открыть закон, который заложен вот как бы предками, да. И отсутствие любой монополии на судопроизводство и арбитраж в конфликтных ситуациях. Можно пойти к одному вождю, можно к другому, но внутри какого-то сообщества есть несколько авторитетных нобелей, людей, пользующихся уважением, которые могут предоставлять на конкурентных ословах вот эти услуги государства. И вот тут важно подчеркивается, что право не изобреталось, а открывалось, как естественный древний закон. Потом произошел монархический переворот. Ну, примерно с истории этого установления вот абсолютистских монархий. Значит, произошло, что территориальная монополия судопроизводства вместе с властью творит закон. Король уже абсолютный монарх, он творит закон, а не подчиняется вот этому традиционному ранее существующего права. Отделение права произошло его подчинение законодательству. И даже произошло отождествление. Вот оттуда потом произошел легизм, но это другая тема. Значит, вот вместе с монополизацией функции конечного судьи, в смысле выносящего окончательные решения, король стал государством, как пишет Хоппи с большой буквы. И частная собственность в сущности была отменена и заменена декретной собственностью. Мы знаем термин «fight money» – декретные деньги, а он вводит термин «декретная собственность», то есть собственностью, фактически даруемой королем подданным. Значит, и король апеллировал к народу в своем перевороте, в борьбе со знатью. Он опирался как бы на рядового человека, на мещанство, да, опирался на его чувство зависти к лучшим, как он считает, к естественному нобилитету. И король предлагал им свою защиту, она будет лучше, дешевле, эффективнее, чем вот у этих нобилей, свободу от обязательств к нобилитету, так сказать, подкуп публики. А нобилитет он тоже подкупал, значит, были предложены посты в расширившемся дворе. Ну, мы все знаем, из три мушкетера, да, Артальян приезжает искать должность, да, он мог бы сидеть там в своем имении, но обеднел, папа был бедный, да, нужно искать должность при дворе. Ну, а потом произошла делегитимизация монархии. Я не особо подробно останавливаюсь на его исторических тут рисысканиях. На место монарха суверена пришел другой суверен, народ. Массы обрели королевские права, но от этого общество ничего не обрело, а только потеряло в лице, значит, самих масс и их доверенных лиц, политиков. При этом суверенитет права перед законом не вернулся, массы стали снова творить закон, а не следовать праву. Но, он говорит, что вот если выбирать между монархией и демократией, он бы выбрал, конечно, монархию. Почему? Потому что это как бы частная собственность на правительство, слово government или направление, экспроприируемые ресурсы и монополии на привилегии будущей экспроприации находятся в индивидуальном владении. Следовательно, интерес к увеличению present value современной стоимости ресурсов за счет капитализации монопольной прибыли. Существует возможность передавать активы наследникам, следовательно, ниже норма межременного предпочтения. Ну, экономисты знают, что это такое, экономисты, если спросят, придется объяснить. Отсюда более длительный горизонт планирования и ниже степень текущей эксплуатации. Он все время подчеркивает, какая ничтожная была доля государства ВВП, ну, даже во второй половине XIX века, который он рассматривает как век таких уже цивилизованных, просвещенных монархий, насколько там ниже доля налогов и так далее. Отсутствует свободный вход в правление. Ну, то есть, король не избирается, его, как бы, правительство, он их назначает, его там семья королевская. Возникает контраст между правящими и остальными. Такое состояние конфликта. И общественное сопротивление сфокусировано. Вот они, правящие, да? Они не растворяются в народной массе. Отсюда существует противодействие государственной экспансии в смысле роста государства. Ну, и как и, в общем-то, многие монархи опасались слишком этим злоупотреблять. Что у публичного правления, демократии? Контроль за государством переходит в руки вот этих trustees, по-английски, доверенных лиц. Доверенное лицо или попечитель может использовать его в собственных интересах, но не владеет им. Вот он, цитирую, он владеет текущим пользованием ресурсов сами, но не их капитальной стоимостью. Следовательно, более высокая норма межременного предпочтения. Это означает более короткий гризон планирования и более высокую норму эксплуатации. Максимизация текущего дохода в ущерб капитальной стоимости. А свободный вход в правление, каждый может стать президентом, премьер-министром, министром, выберут, станете, да. Отсюда пониженная сопротивляемость экспансии государства. Оно приобретает такую личину своего, такой волк в овечье одевает овечью шкуру. И оно рассматривается, ну, вот, как свое, поэтому, ну, если оно расширяется, то это вот как бы я это способствую, как избиратель, да. Ну, и вот он датирует смену частного правления, окончательную смену частного правления публичным. Это конец Первой мировой войны, да, когда, отсюда пошла систематическая тенденция к растущей эксплуатации, ну, которая обобщается в виде роста правительства, и растущая норма социального межременного предпочтения, ориентация на настоящее. Вот отсюда это четко взяла свой старт. Вот две карты. До Первой мировой войны и после. Значит, последствия. Ну, я тут не иллюстрирую цифрами, на прошлой конференции я таскал эти слайды. Рост государства доли ВВП, победа декретных денег, fight money над товарными, отсюда инфляция, это результат демократизации денег. Рост налогового времени, постоянный бюджетный дефицит и рост госдолга. Он еще пишет о том, что процентные ставки в целом выше стали, чем в 19 веке. И пятое – это непрерывная борьба перераспределительных коалиций. При режиме «один человек, один голос» приводится в движение безостановочная машина перераспределения богатства и доходов. Причем не значит, что только бедные у богатых берут. Там идет борьба всех против всех. Если вот в мейнстримовских можно у экономистов посмотреть эти исследования, значит, средний класс, закон так называемый директора, очень хорошо питается за счет государства, государственных бесплатных услуг, ну, например, высшее образование бесплатное потребляет в основном дети среднего класса и так далее. Выводы Хоппе. И, значит, идея демократии и мажоритарного правления должна быть делегитимизирована, как были в свое время делегитимизированы две предыдущие. Ну, и она дальше развивает вот будущую его идею естественного порядка, как альтернативы монархии и демократии. Эта идея должна быть сформулирована и понятой. Я о ней говорить здесь не буду, но вот все идеи либертарианцев утопически, они сводятся к этой картинке. Вот рыбка в переполненном аквариуме хочет выпрыгнуть в чистый аквариум. Ну, вот мы знаем идеи этого свободного штата и так далее. Потому что они прекрасно ведь понимают, что выборы никакой либертарианец никогда в жизни не выиграет. Поэтому надо все, кто такой, уйти в тайгу. Андрей Павлович, мэр Вильнюса либертарианец. Ну, вот зато в Литве не либертарианцы сейчас правят. Союз крестьян и зеленых, не дай Боже, во сне не. Плохой либертарианец. Не благодаря этому. Да. Вопреки. Значит, а вот теперь я несколько, так сказать, уже своих соображений на базе теории австрийской школы и ХОПП и некоторых других. Значит, почему, на мой взгляд, австрийская экономическая школа должна быть против, я тут подчеркиваю слово, электоральной демократии, потому что демократия, в общем-то, такое подлое слово, оно вобрало себя и естественные права многие, и, когда дают определение, ну, туда и всовывают вот это всеобщее избирательное право. Исторически либеральный порядок существовал и без всеобщего избирательного права и был гораздо более либеральным. Значит, первый мой тезис. Электоральная демократия, one man, one world. Есть аналог самоуправляющегося предприятия, так называемой лирийской фирмы, которая приедает капитал и препятствует его накоплению инвестиций. Даже, ну, экономисты неоклассической школы, Ваник и другие построили эти модели, лирийской фирмы, и там хорошо показывали, как, ну, поскольку не владеют предприятием, но управляют предприятием работники, у них есть только рабочее место, они не имеют свое стейк, доли в этом предприятии, то, естественно, они заинтересованы как бы проесть капитал. Вот аналог этой маленькой модели – это общество, особенно с государством благосостояния, которое тоже самое, такая большая и лирийская фирма. Второе. Вот электоральная демократия, она в качестве неизбежного слова, подчеркиваю, следствия имеет государство благосостояния, со всеми его негативными последствиями для государственных финансов и покупательной способности денег. Вот говорят, что надо воспитать людей в либертарианском духе, и тогда вот электоральная демократия будет прекрасна. Ну, это иллюзия, на мой взгляд. Всегда, имея этот инструмент, у кого-нибудь хотя бы одного возникнет искушение все взять, ну, не все, может быть, часть взять и поделить, и дальше пойдет уже игра, да, к такой кумулятивный эффект, кто больше возьмет, поделит и так далее. Третье. Такое более фундаментальное возражение. Сама себе, по себе электоральная демократия, безусловно, избирательное право, есть экспроприация собственности, направления. Налоги не плачу, а решение принимаю. То есть, это примерно так выглядело. Если в акционерном обществе отнять у всех акционеров акции и сказать, ребята, у вас один человек, у вас один голос. Вот вы один человек, у вас один голос. Плевать, сколько у вас там было акций, забудьте. Дальше принимайте решение. Поэтому сам принцип вот этого безусловного и всеобщего избирательного права есть экспроприация собственности. Вот если австрийцы против самоуправляющей, в этом смысле, против государства благосостояния, против экспроприации собственности, то они логически должны быть против всеобщего избирательного права. Значит, я пытался найти возражение самому себе, как с точки зрения австрийцев. А может быть, неявное знание помогает, да? Вот рассеянное знание, да? Которое рассеяно среди всего электората. Но, на мой взгляд, этот взгляд, это позиция. Очень правильное в отношении экономического взаимодействия. Ремесленник, там, мелкий производитель, владелец пивной, все знает о своем окружении, связях, тонкостях, там, производства и так далее. Кому можно доверять, кому не доверять, о своих клиентах и так далее. Это естественно. А вот тут я всегда дальше, что касается... Но ошибка переносить автоматически вот это на сферу политики. Я тут вот цитирую часто Бунина из «Окаянных дней». Он беседует, ну, не с худшим представителем, наверное, крестьянства, с бывшим старостой, небогатым середняком, но с правным хозяином. И этот староста бывший так рассуждает о демократии, которая наступила. Теперь вот будем учредительную думу собирать, будем, говорят, кандидата выбирать, выучил слово. Мы есть слух, будем контракт составлять, контракт, то бишь, будем осуждать, обсуждать. А он будет подписываться. Когда где дорогу провесть, когда войну открыть, он будет у нас должен теперь спроситься. А разве мы знаем, какая дорога где нужна? Я вот богатый человек, а отроду за ельцом никогда не был. Мы вот за свою дорогу под горой 20 лет дерьмом завалить не можем. Как сойдемся, драка на три дня. Потом три ведра водки слопаем и разойдемся, а буерак так и останется. Опять же и войну открыть против какого-то другого царя я не могу. Я не знаю, а может он хороший человек. А без нас, говорят, нельзя. Вот видите, какое неявное знание. Ну и вот я закончу здесь цитатой из Чертвернина, известного нам всем юриста-либертарианца. «Равным образом не имеет ничего общего с правами так называемой массовой демократии, массовое избирательное право». Правовой цивилизационной ситуации, публично-властные институты и вообще правовой порядок функционируют за счет налогов. Следовательно, налогоплательщики вправе контролировать действовать государственного аппарата путем свободных выборов. Но отсюда не вытекает, что те, кто не платит налоги, особенно те, кто существует за счет налогоплательщиков, вправе участвовать в выборах. По-моему, на этом у меня все. Спасибо. Так, у нас на самом деле, да, у нас хорошо со временем, получается, первый, второй еще есть. Дмитрий, Дмитрий Витальевич. Как же без девочек. Работает. Спасибо за очень интересный доклад. Я, как бы, первую версию слышал, начнение как МРЛ. Это была немножко другая, про другого экономиста. Если и надо будет, я ее, кстати, воспроизведу кратко. Да, вот, соответственно. Ну, вот у меня вот чисто уточняющий вопрос и маленькая ремарка, значит, уточняющий вопрос. Вот, в том слайде, где вы там указывали, там, три, так скажем, вывода, можно сказать, из концепции ФОП, вернее, ваших. Ну, мы на основе, да. Это электоральная демократия, безусловно, избирательное право действует в реакции собственности и направлении. Налоги не плачу, а решение принимаю. При этом, скажите, пожалуйста, мы живем в стране, где используется всеобщее избирательное право. Можно ли сказать, что у нас кто-то не платит налоги, даже если он не работает и просто пинает в области. Он все равно, покупая товар, платит налоги. Так что, и это возвращается к вопросу. То есть, если нас, это государство, вынуждает жить при этих правилах, грабим нас этими налогами, вопрос в другом. А почему тогда я не имею права любой человек, который в эти налоги платит, как-то в этом участвует? Давайте вспомним Великую Американскую революцию. Таким вознагом мы нашли. Ну, так, сейши. Нет налогов без престолительства. А как было с налогами до революции, после? Уровень налога обложил. Вырос. Вырос, конечно. Значит, вопрос применительно к современности. Естественно, что за сто ли более чем столетия активного государственного интервенционизма ситуация настолько запутана, что практически очень трудно предложить какой-то конкретный выход из нее. Значит, я обычно никогда ничего не предлагаю, я жду, когда все развалится, а на место это что-то стихийно-эволюционным путем образуется. Но, однажды у меня была публицистическая статья на Фонтанке Ру, наименьший, так сказать, ущерб было бы введение платного голосования. То есть, плевать там, не будем считать, потому что если я вот иду по улице до метро, я уже потребляю налоги, да, улица построена за общественный счет, я не плачу где-то там за проход по улице. Тут вообще посчитать все это невозможно, но, значит, какой-то выход из этой ситуации, пусть очень примитивный и несовершенный. Это человек идет на выборы, приносит с собой паспорт и справочку из Бирбанка, что он заплатил, ну, определенную существенную сумму, ну, скажем, 5 тысяч рублей за право голосовать. Значит, тогда он будет его, ну, ценить, у него появится альтернативная стоимость этого права, он будет более заинтересован в потреблении информации, не будет вот эта модель невежественного избирателя и так далее. Хотя, конечно, и на рынке люди иногда себя глупо ведут, но все-таки менее глупо, чем в политике, где они вообще ни за что не отвечают. Вы сказали, что в том числе, в том числе, если праву, просто на основе, вот во-первых, как раз в основе, возможность ли вариант самоизбирать не подtill, например, который вам кажется от голосования, как латынь уже предлагала ваш, не начнете мерзрением избирателя. Я согласен со вторым, особенно вашим пунктом. И вот тут мне напоминали, видимо, присутствовали на докладе моем, скажем, в сообществе аймрендистов, если так можно выразиться. Там я не ближе к концепции, он не относится к австрийской школе, он был близок к ней, потом написал статью, я имею в виду, Кроплана. Значит, Брайана Коплана, даже у него есть статья, с которой Павел Валерьевич все хочет вступить в полемику. Почему я не австрийский экономист? Но теория общественного выбора, и он на одно время был близок, так скажем, к австрийской школе. У него действительно, он показал, что теория невежественного избирателя, это такая более классическая, мейнстримовская теория, не в ней беда. А беда в предубежденном избирателе, который руководствуется мифами, было бы не так плохо, если бы он был действительно невежественным. Там бы, по теории вероятности, голоса бы разложились 50 на 50. Вот идет человек в президенты, одной половине нравится его нос и не нравятся уши, а у другой идет кандидат, у того нравится другой половине уши и не нравится нос. То есть, по совершенно случайному признаку эти голоса разделились бы, а был бы 1% умных избирателей, вот они бы и решили по существенным, так сказать, пунктам программы, кого выбрать. Поэтому вот неоклассики, Чикагская школа политэкономии отстаивала, что всеобщее избирательное право верно. А Брайан Каплан вышел с другой идеей, другой теорией, у него работа знаменитая, миф о рациональном избирателе, где показал, что избиратель, к сожалению, не невежествен, он руководствуется мифами. Массовое сознание, оно насквозь мифологизировано. И показал, какие мифы наиболее распространены по опросам о миф США и так далее, и что люди выбирают эти мифы. А потом страдают. Но тут работает эффект, говоря опять же языком мейнстримовцев, внешних негативных эффектов. Я даже назвал один раз свой доклад, всеобщее избирательное право так провокационно звучало, как загрязнение окружающей среды. Абсолютно тот же эффект. Когда каждый кидает мусор на улицу, а потом, ну, как-то вот неприятно, да, воняет летом особенно и так далее. Но самому пойти куда-то там, его зарыть в какую-то яму, ну, тяжело, муторно, рядом, вот тут куча, все кидают, пойду и один. И человек тогда голосует совершенно в силу своих каких-то мифов, предубеждений и даже просто игры. Он ходит на выборы как на игру, да. Я как-то приводил пример с опросом канадских социологов, которые опрашивали голосовавших за Жириновского. Ну, они спросили у молодого человека на выходе экзит-пол, за кого вы голосовали. Еще 90-е годы были, выборы были более-менее. А он говорит, а за Жириновского, а почему? А я хотел, вот завтра опубликуют результаты, а я хочу посмотреть, сколько же в стране таких дураков, как я. Вот это игра, да, развлечения, как на футбол, как в театре. Вот отсюда, да. Дмитрий. Спасибо. Мне на самом деле очень интересно послушать хорошую теорию. Я вообще тебе очень благодарен, без шуток, целых западных авторов. Я нуждал мне на это, они доклады за последние 10 лет. Вот, и мне, в принципе, теория нравится. Должен нравится тем, что 20 лет назад, когда я начинал заниматься проблематикой матернизации, я сам именно так и считал. За 20 лет мои взгляды немножко изменились. И первый вопрос, который возник у меня где-то на протяжении этих 20 лет. Если такой хороший естественный порядок был в начале, при феодализме, а затем все ухудшалось, то почему меня как экономиста интересует великое разделение между быстро растущей и западной страной и нерастущей и восточной, произошло в 18-19 веках, как раз когда происходил переход от абсолютной монархии, демократии, пусть цензовой демократии, но все ответы был не феодализмом, а при феодализме была самая убога с точки зрения экономики, хотя, может быть, в духовном смысле это было высокое влияние. Значит, я отвечу за хопы, а за хопы ответишь. Значит, он отвечает на этот вопрос, естественно, ему задают, он говорит примерно так. Знаете, как у нас говорят, что, а вот народ выиграл Великую Отечественную войну не благодаря Сталину, а вопреки Сталину. Он отвечает примерно так. А вот росли бы еще раза в два быстрее, если бы не сложился вот этот иной порядок. А второй у него ответ, что в 19 веке все-таки были монархии, преобладали. И власть монархии не была уж такой символичной, единственная была республика Франции, вот так, последовательная. И второй это доминировал не демократический порядок, но либеральный, но в той же Великобритании, да, эти цензы, он известны работы Закария, в том числе, ну и вот Хопе показывает, сколько, какой процент имел право голоса, и даже он в силу своей неполиткорректности, еще никто не спросил, за что у него, по крое у него был скандал, он, значит, обруб, представляю, как его феминистки любят, почему он в Турции обосновался, значит, он говорит, вот более-менее нормальная относительность остальных демократий системы Швейцарии, ну, во-первых, он настаивает на том, что чем меньше, тем лучше, да, кантоны, да, где люди все-таки могут судить, вот, информация более адекватная, они распространяют, обладают, а второй он говорит, вот, кстати, вопрос, кто знает, когда женщины получили право голоса в Швейцарии, в каком году? В 1971, и то на референдуме должны были проголосовать только мужчины, да, вот, ну, вот, когда он этот вопрос в ответе профигурировал, ну, реально, значит, здесь, в чем проблема, вот с этим женским голосованием, ну, потому что много лет женщины бы не участвовали, да, вот в таком общественном, как мы говорим, труде, и доходами зависели от мужа, ну, вот, как бы был тот же эффект, как она может голосовать, когда она не налогоплательщица, когда она не вкладывает, так сказать, в национальный капитал ничего, да, ну, домашняя работа как-то не считалась, но она и сейчас ВВП не учитывает ее, между прочим, вот, вот это была такая идея, а потом есть одна статья, я ее иногда тоже цитирую, там показано, как переход к всеобщему избирательному праву, отключению женщин, сразу привел к скачку, ну, там всякие корреляции, да, как к скачку welfare state, почему? Потому что женщины, у женщин образованных сегодня и самостоятельных, мужской тип голосования, а когда только они получили избирательные права в начале 20 века, они чувствовали себя такими ущемленными, зависимыми, неуверенными, да, гораздо менее уверенными, и их, конечно, очень привлекали вот эти все социальные программы, особенно, там, для матерей, для детей и так далее, и сразу пошел скачок вот этого. Ну, шо, вот вопрос, феодализм, почему у него на вершине? Ну, это в экономическом плане... А, феодра, не феодализм, ну, не совсем, да, он его не идеализирует, может быть, вы не совсем так поняли, он говорит, 10 раз оговаривает, зная, что там есть тоже свой Дмитрий Травин где-нибудь, Да, Травин это универсальная категория, вот, и он говорит, да, я его не идеализирую. Там вот были эти крепостные, значит, масса была всяких-всяких-всяких нехороших вещей, но вот что там было хорошего и что должно на каком-то новом этапе, по его мнению, вот отбросить все это плохое, а человечество должно взять вот те три черты, о которых я говорил, которые там как-то просвечивали, скажем, сквозь темноту. Вот такая его концепция, но не всегда самый эффективный порядок побеждает. Вот в истории как раз мы тут с Дмитрием в третий день спорим, в яблоко там, да, если о годах говорить. Так вот, вопрос-то вот в том еще, возьмите историю, кочевники побеждали обычно стационарные цивилизации, которые были по всем нашим сегодняшним критериям гораздо более развиты, в том числе и в институциональном плане, права собственности и так далее. Побеждает не всегда вот сильная в нашем сегодняшнем представлении институциональная цивилизация, а просто более эффективная организация насилия. У кочевников каждый мужчина был воин. А это и их способ производства, вот там, пасти в этих бескрайних степях сибирских стада. Ну, это он не мешал им одновременно с военным делом, а вот там сажать репу и махать мечом, это вот сложно одновременно. А пасти это как раз даже такая тренировка, да, у них была для военного дела. Почему вот эти кочевники до появления огнестрельного оружия имели, вот в этом аспекте преимущества имело насилие. Вот примерно, значит, скажем, стремление монополизировать судебную власть и так далее, оно всегда, в общем-то, взяло вверх. Так, примерно. Так, господа, все, вопрос закончен. Святой обед. Да, это объявление. Давайте Андрея Павлович поблагодарим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.